Хоккейный клуб Тамбов одержал первую победу в сезоне в обеих их спаренных игр. Дома черно-белые одолели гостей из Самары команду ЦСКА ВВС. В втором матче зрители стали свидетелями пяти забитых шайб, буллита и даже драки. Продолжит Алла Лавриненко. Это была первая встреча соперников в очном противостоянии. До создания российской хоккейной лиги самарские военные летчики дислоцировались в зоне по Волжье. И стартовый и повторный матч с гостями сложился по похожему сценарию. В начале встречи черно-белые позволяли соперникам убежать вперед, а затем не только наверстывали упущенное, но и добывали победу. Такое щекотание нервов болельщикам тренер объясняет просто. Мелочей не бывает в спорте, ну и во всех делах, наверное. Вот этот подготовительный этап, который был, у нас не было никаких таких, знаете, товарищеских матчей, где можно было бы опробировать связки в барах защитников, нападений, кого-то заменить, кому-то дать отдохнуть, посмотреть, если получится травма. Первая игра завершилась со счетом 6-4. С настораживающих 0-2 после первого периода начался и повторный матч. Во втором игровом отрезке тамбовчане ринулись к воротам соперника. Их старания увенчались успехом. Благодаря точным попаданиям Александра Клепикова и Максима Кузнецова паритет был восстановлен. Атмосфера на льду накалилась до предела, и игроки сняли напряжение, небольшую потасовку у ворот хозяев. А затем капитану Тамбову Илье Федосову выпал шанс вывести команду вперед. За грубое нарушение правил арбитр назначил штрафной бросок. А затем хоккеисты продолжили испытывать на прочность нервы собственных фанатов. Лишь когда на скамейку штрафников отправился игрок ЦСКА ВВС, Денис Игошкин воспользовался ситуацией. Но и этот момент не стал переломным. Гости бросились отыгрываться, неустанно атакуя ворота Тамбовчан до последних секунд матча. Финальная сирена. Победа хозяев 3-2. Спасибо, что они всем парням, что они, в общем-то, выполнили ту установку, нагрузить, загрузить, все, как говорится, вратаря. И в концовке все-таки он ошибся, мы добили третьего. Следующие матчи подопечные Владимира Куплинова проведут на выезде в соседнем Липецке. А на домашний лед выйдут практически через месяц, с 15 и 16 ноября против Воронежского Бурана. Алла Лавриненко, Владимир Крынкин, Вести, Тамбов.